Ловим на макуху. Как всегда, с макушатником. 2.0 в пользу макушатника, ребята. Макушатник работает, знаете, это не может не радовать. Вот такой вот лящик. И у нас первый карась. Ура, карась. Друзья, мы с карасем, причем какой, смотрите, а? Ну что, друзья, очередной карасик. Карасик. Макушатник – это одна из самых эффективных снастей для ловли мирной рыбы. Приветствую вас, друзья. Вы на туб-канале «Всё для клёва». Сегодня, в очередной раз, мы с вами будем вязать снасть. Какую снасть, вы уже прочитали в названии видео. И хочу сказать о том, что эта снасть наиболее часто используемая рыбаками-любителями. Не только на Днестре, но и на других водоемах. Поэтому, кто еще не знает про снасть макушатник, рекомендую ей воспользоваться. Особенно она будет эффективна для рыбаков-любителей, которые приезжают не только для того, чтобы порыбачить, да? А для тех, кто хочет активно провести время с семьей, пожарить шашлык, поиграть с ребенком, насладиться природой. Понимаете, да? А таких рыбаков-любителей, как вы понимаете, очень большое количество. Поэтому, снасть макушатник именно для вас. Для тех, кто снасть забросил, пошел заниматься шашлыком и уже в следующий раз заходит, чтобы вытащить рыбу. Понимаете, да? То есть, она настолько эффективна. Друзья, для того, чтобы связать макушатник, нужен минимальный набор рыболовных принадлежностей. Это шнур-леска, одна бусинка, клипса макушатника, грузила, ласточка, специально сделанная именно для снасти макушатника. Вертюжок с карабином. Значит, желательно, чтобы карабин, защелка была внутрь карабинчика. Ну и карповый крючок, все для клёва. Надеюсь, в эти крючки меняйте каждую рыбалку, чтобы они были острыми. Из инструмента мне нужна зажигалка, зажимной такой инструмент и ножнички. Ну и водичка, чтобы не сырнявить узлы, пальцы. Просто взяли, намочили пальцы и смочили леску и шнур. Итак, друзья мои, для начала мы свяжем поводок. Вяжем поводок тем способом, который вы умеете. Я вяжу тем, которым умею я. При этом всем, некоторые вяжут поводки с волосяной оснасткой, некоторые без волосяной. Ну, в данном видео мы свяжем с вами без волосяную оснастку. Вот. Так. И затягиваем. Вмочим. И затягиваем. Вяжется узел очень просто, поэтому тут проблем у вас быть не должно. Лишнее отрезаем. Есть. И кончик поджигаем зажигалкой. Только аккуратно, чтобы не поджечь тот узел, который вы уже связали. Аккуратненько подносите. Вот так. Прикрываем ногтем, ногтевой фалангой сам узел. Длину поводка тоже нужно выбирать. Из опыта ваших рыбалок, но из опыта моей рыбалки я делаю и короткие, и по длине. Где-то примерно до 14 сантиметров. То есть разные по длине. И пробую ловить на разные варианты. Но скажу сразу, что на короткие ловится вся подряд рыба. А на те, которые по длине ловится рыба большими размерами. Ну, сделаем сейчас примерно сантиметров 7. Здесь вяжем петелечку. Петелечку вяжем нашим любимым узлом восьмеркой. Вот мы восьмерочка. Видите, да? Зажали. Затянули. И лишнее отрезали. Так. Здесь. Вот поводок наш готов. Поводок отложим в сторону. Он нам больше пока не нужен. Теперь вяжем сантиметров от вертлюжка с карабином. Вот такой вот. Берем вертлюжок с карабином. Я использую такие, которые застежка внутрь карабина. Видите, да? С таким карабином меньше зацепов. И именно такой карабин стоит на моей оснастке и накушательнице. Для того, чтобы его привязать, заводим леску в ушко вертлюжка. И обматываем 4, 5, 6 раз. Заводим в ушко и выводим сюда. Вот так. На этом этапе мы мочим леску. Отрезаем лишнее. У нас получился вот такой вот узелочек. Теперь берем примерно около 50 сантиметров лески. Отрезаем. Теперь продеваем грузило в эту оснастку нашу. Хочу обратить ваше внимание на то, что используется грузило разного размера. Чем меньше течения, тем меньше грузило. Ну и на водоемах без течения нужно ставить минимальный. Грамм 50, не более. Все. Сюда мы продеваем одну бусинку. Значит, для чего это нужно? Сейчас я вам тоже все покажу подробнее. И на конце лески мы вот здесь вяжем узел. Простой узел, но обвязываем вот таким вот образом около 6-7 раз. Вот такой простой узел получается. Мы его мочим и зажимаем. Вот такой получился у нас узел. В принципе, лишнее мы можем отрезать вот здесь. Вот так. Вот теперь настало время сказать вам, почему я вязал лески диаметром не меньше, чем 0,6 миллиметров. Для того, чтобы в клипсе этот узел надежно был фиксирован. Вот когда ставишь сюда 0,35 леску, 0,3, то есть леску меньшего диаметра, то есть вероятность того, что она проскользнет через эту клипсу. Понимаете, да? А так она надежно держится и уже никуда не денется. Но перед тем, как одеть клипсу, мы сначала оденем саму макуху. Продеваем нашу леску с узлом через кубик макухи. Вот отверстие в кубике, видите, да? В данный момент я использую макуху с клубничным запахом. В нашем магазине есть и с горохом, и с кукурузой. И очень много, около 10 вариантов запахов и вкуса. Еще один момент, связанный с клипсой, друзья мои. Это такой небольшой лайфхак. Нужно вот эти вот усики немножко поджать, чтобы они хорошо входили в саму макуху. Вот сюда, вы поняли, да? Берем раз, два. Таким вот вариантом будет идеально. Все, и заводим наш узел в клипсу. Завели и просовываем сюда. Вот. Теперь в саму клипсу, методом петля в петлю, всовываем наш поводочек. Готово. На основной леске вашего удилища вы делаете петельку, и через петельку заводите карабинчик вашей оснастки. Все, защелкивайте и можно спокойненько ловить. Для того, чтобы поменять макуху, которая будет с течением времени размываться, вы просто отстегиваете узел, снимаете макуху и одеваете другую. И точно так же быстрым движением руки присоединяете оснастку. Все готово. Роль бусинки заключается в том, что когда вы снимете клипсу с узла и поднимете ее, чтобы у вас леска, этот узел не прошел через грузило, и оно чтобы у вас не выпало со снаста. То есть, по сути, бусинка держит это грузило. Все, наша снасть готова. Теперь на крючок можно наживить опарыша, червя, технопуф, горох, кукурузу. Очень много разнообразной наживки, на которой будет интересно карпу, карасю и другой рыбе. Друзья мои, мы честно рассказали, объяснили и показали вам, как связать самую популярную снасть рыбаков-любителей – бакушатник. И если у вас нет возможности или желания ее самим вязать, вы всегда можете ее приобрести в нашем магазине «Все для Клева», которая находится в Одессе на рынке початок, или в интернет-магазине «Клева.com.ua». Хочу обратить ваше внимание на то, что в нашей снасти, которую мы продаем, в ней еще отдельно есть второй поводок. Для того, чтобы у вас, если вдруг затупится первый крючочек, то вы могли бы спокойно, петля в петлю, как я вам показал, поменять поводочек. Кроме самой снасти, в наших магазинах вы сможете приобрести все составляющие, которые необходимы для того, чтобы связать эту снасть. И макуху, и грузила-ласточка всех весов, и клипсы, и крючки, и вертлюжки, и бусинки. В общем, все, что необходимо. Приходите к нам, заказывайте, и будем рады с вами вместе порабачить на самую популярную снасть на Днестре. Всем удачи, все хорошо, встретимся на Балке. Пока.